В марте Олег Тиньков впервые объявил о том, что голен. Оказалось, врачи диагностировали у бизнесмена острую форму лейкоза еще в октябре 2019 года. Сразу после этого Министерство юстиции США обвинило Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на 1 миллиард долларов. Теперь ему грозит до шести лет американской тюрьмы. В начале апреля Тиньков покинул пост председателя правления своего главного источника прибыли, Тиньков банка, и передал свои акции в семейный траст, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств или его кончины семья дельца не осталось ни с чем. В июне Олег Тиньков рассказал, что перенес два сепсиса, а также переболел коронавирусом. Впервые за долгое время Олег Тиньков вышел на связь через два месяца после пересадки костного мозга. По его словам, первые сто дней самые опасные, следующие сто тоже непростые, но менее опасные. Ранее, в июле он рассказывал, что планирует создать фонд для борьбы с раком крови и популяризации донорства в России. Продолжаем работать над фондом семьи Тиньковых. Фонд, скорее всего, будет в форме индоумента, целевой фонд, который будет заниматься фундаментальными проблемами, подчеркнул он. А это изменение законодательства в сфере трансплантологии, пропаганда донорства стволовых клеток, обучения и стажировки для врачей-гематологов в развитых странах. Часть своего немалого состояния он пожертвовал в этот фонд. Теперь бизнесмен отдает все свои силы новой для него цели, пытаясь помочь больным в родной стране. Есть понимание, что из-за несовершенства законодательной базы, боязни донорства и необученных гематологов, и старых протоколов лечения, в России умирает от 3000 минус 5000 тысяч людей, которые могли бы жить, пишет бизнесмен. Он призвал потратить 10 минут на сдачу анализа, чтобы пополнить базу стать потенциальными донором. Олег Тиньков отметил, что России должно быть стыдно. Здесь донорами стали всего 130 тысяч. В Германии цифры совсем другие, 7 миллионов.